Здравствуйте, друзья! Мы вновь на Prodexpo 2021. Рядом со мной Евгений, основатель компании ARV Corp с революционным продуктом, который может вызвать вау-эффект. Евгений, расскажите, пожалуйста. Да, здрасте. Наша компания занимается разработкой мобильных приложений с технологией «Дополненная реальность». И сегодня мы готовы уже представить продукт под названием ARV Vault. Это ARV Vault, который позволяет сделать живым абсолютно любой печатный носитель. Будь то этикетка товара, визитка, пост в журнале. Ну, в общем, все, что напечатано на сегодняшний день, может в себе включать дополнительный контент, именно видеоконтент, кнопки социальных сетей для быстрого перехода по данным ссылкам, скажем так. Я на сегодняшний день могу точно утверждать, что данная технология будет все больше и больше входить в нашу жизнь. И, ну, год-два, и, скорее всего, начнет возвращать, скажем так, наружная реклама посредством этой технологии, начнет отвоевывать у интернет-рекламу опять, скажем, проигранной территории, которую она в свое время проиграла за счет того, что коэффициент полезности интернет-рекламы был высокий. Но на сегодняшний день, а коэффициент, скажем так, лояльности к наружной рекламе, он сегодня достаточно высок, но коэффициент полезности ее достаточно низок, потому что если вы видите какой-то материал, вам нужно там набрать что-то куда-то там и так далее. Сегодня люди уже привыкли, что им постоянно вываливается это все, там, скажем, из разных источников, баннерная информация, там, таргетинг и прочее. Это было классно, но сегодняшний день это настолько уже перешло всякие рамки, что, во-первых, это развило у потребителя интернет-слепоту, когда он уже ничего абсолютно не видит. Поэтому я предлагаю сегодня эту технологию для того, чтобы совместить высокую лояльность к печатной продукции и дать ей возможность иметь при этом высокий коэффициент полезности, когда не нужно ничего набирать. При нужном интересующий, скажем так, материал можно будет навести там смартфон и через камеру смартфона увидеть всю интересующую дополнительную информацию и также быстро там нажать, например, на корзину, перейти и купить конкретно этот товар, перейти на сайт, связаться там, скажем так, с компанией-производителем и прочее. Подскажите, прав ли я? Мы увидели вашу презентацию сейчас и получается на простой бумажной визитке, которая просто у нас есть в руке напечатана простым способом, нет никаких сложных систем. Вы наводите смартфон со своим приложением и тут же в реальном времени мы видим, как иконки появляются, контактов, соцсетей, появляется видео, которое начинает играть тут же. Плюс у нас этой технологии в том, что для передачи всего этого контента посредством смартфона нам не нужно каких-то придумывать новых QR-кодов и так далее. Мы просто сам брендовую упаковку делаем меткой, которая выдает нам нужный контент. В этом и плюс ритейлеры, мы всем производителям, правильно? Да, да. Вы все верно, правильно говорите. Дело в том, что QR-код требует некого места размещения. Если захотели что-то там поменять, нужно поменять QR-код, соответственно, нужно поменять этикетку. Это целый технологический процесс. На сегодняшний день приложение AirVault позволяет, ничего не меняя, абсолютно в этикетке, поменять контент полностью. То есть, ну скажем так, через приложение AirVault любой бумажный носитель-QR-код, вот так, он является для, скажем так, для приложения таким же уникальным, как QR-код сегодня является уникальным для считывания по обычной камере, скажем так. Получается, мы можем взять простую упаковку пельменей и навести на нее камеру, и там будет сразу сколько нужно варить, как кинуть лавровый лист и так далее. И на абсолютно любом продукте будет это работать, может быть видео, всякие рецепты, все остальное. Да, все верно. Я бы так сказал. На сегодняшний день посредством приложения AirVault любой товар, причем каждая его единица, будь это 10 тысяч, 100 тысяч экземпляров одного и того же товара, становится живым носителем этой информации. То есть, скажем, одна этикетка и выпущено миллион бутылок, все эти миллион бутылок будут говорить сами о себе. Здесь весь интерес того, чтобы товар рассказал сам. И человек, когда захотел об этом, спросил этот товар, и тогда товар расскажет, а не тогда, когда этому человеку, потребителю, навязали этот рецепт или какие-то еще иные формы рекламы, скажем так. Находясь на этой выставке из года в год, мы постоянно ищем новые продукты взаимодействия ритейлеров и покупателей. И сейчас, в 2021 году, находятся новые люди, которые делают вау-эффект, которые делают так, что взаимодействие становится наиболее цифровым, интересным и неизбитым. Спасибо, Евгений, вам за это и желаю вам удачи.